Кемеровская библиотека имени Гоголя продолжает в своих стенах цикл публичных бесед в роли лекторов известные люди. Новый сезон этого года открыл известный журналист, телеведущий, кинооператор Юрий Светлаков. Историю Кузбасса Юрий Яковлевич знает буквально в лицо, благодаря своему огромному телевизионному опыту и количеству героев его передач. Актеры, шахтеры, политические деятели, хорошо всем известные и никому не знакомые. Интересные факты и судьбы многих людей лектор знает не понаслышке. Самое главное, о чем говорят наши классики, и Белинские, и Горькие, они говорят что? Они говорят, надо изучать прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть будущее. А вот теперь как это понять настоящее и как это увидеть будущее, вот на этот вопрос я попробую ответить. Театр спасает жизни. Это не выдумки режиссеров и актеров ради пиара. Об опыте работы творческих людей с наркозависимыми смотрите в нашем сюжете. Перед началом этого спектакля выступают не режиссер или директор театра, а полицейские. И зрители в зале необычная скучающая публика, пришедшая скоротать свободное время. Это реабилитанты. Так называют пациентов, стремящихся избавиться от смертельной зависимости. Их родители и сотрудники наркоконтроля. В спектакле «Лети моя душа» немногословен, но и без лишних фраз все понятно. Чистая белая душа страдает и мечется, потому что тело ее предало в погоне за иллюзорным убивающим псевдомиром. Ломанные и коверканные жесты актеров проверены на практике. Что такое ломка, они знают из личного опыта. Театр «Фламинго» при реабилитационном центре уникальный. Его актеры не только занимают свое свободное время делом. Главное, начинает трудиться душа. Театр-студия «Фламинго» уже знают в Кемерове и Томске. Теперь и Новосибирск познакомился с людьми, которые пытаются изменить свою жизнь к лучшему. У нас такие формы имели место быть, но они носили разрозненный, зачастую, хаотичный периодический характер. Значит, вот это примечательный опыт тем, что наверняка уже у нас появилась инициативная группа, которая захочет и будет создавать примерно такую же самую студию, такой же театр. Я думаю, что не пролет какое-то время, мы тоже с фестивалем приедем в Кемеровскую область. Руководит «Фламинго» профессиональный режиссер, который знает, что любой театр – это фабрика по производству иллюзий, но без дополнительных губительных стимуляторов, только силой вдохновения и таланта. Актеры театра-студии «Фламинго» не только играют, но и пытаются сами создавать спектакли. Мы взяли кукол, это куклы из детского такого спектакля, которые когда-то давно играли, куклы, которые шили своими руками, вот, и это были котята. А задание было придумать зависимость вот у этих котят, и, в общем, у нас там была кыска, которая зависима от сметаны, котенок, который метит ботинки, потом был львенок, который все царапает, или тигрица, которая зависит от валерьянки. Они такие истории интересные написали. Спектакль «Летимая душа» посвящен десятилетию Федеральной службы по контролю за наркотиками, и гастрольная поездка в Новосибирск посвящена этой дате. Кемеровские артисты из «Фламинго» уже мечтают о новых турах в другие города, где ждут помощи. Лариса Михеева, Людмила Казаченко, новости моего города. Переходим к новостям спорта. Самые юные и самые быстрые на водных дорожках области. Пятый год подряд Кемерово принимает открытое первенство «Кузбасса», посвященное памяти тренера Петра Бородина. В программе второго соревновательного дня – комплексные заплывы. Как быстро добраться до финиша, используя все виды плавания, выясняла Татьяна Савельева. Если в заплыве тебе досталась четвертая дорожка, это уже 50% успеха, уверен кемеровчанин Леонид Аникеев. Основное преимущество ее заключается в том, что все соперники видны как на ладони. Но кроме выгодной позиции на старте, в комплексном заплыве важно в совершенстве владеть четырьмя видами плавания. Дельфин у меня спокойно получается, не устаю. На спине у меня основная спина, так что проблем никаких нет. Но образ у меня отстающий, у меня плохо им получается. Могу проиграть чуть-чуть. А кролем у меня дополнительный, могу догнать им. Товарищу и главному сопернику Леонида Новокузнечанина Сергею Коношенко с дорожкой повезло меньше, его номер шестой. Накануне Сергей пополнил личную медальную копилку двумя золотыми наградами. Сегодня ситуация изменилась, ведь по признанию самого спортсмена комплексные заплывы не его конек. Сегодня надо в призы хотя бы залезть. Во второй соревновательный день турнира соперничество двух товарищей закончилось в пользу Леонида. Четвертая дорожка принесла ему итоговое третье место. Сергей в призы не попал и остановился лишь на пятой строчке. Завтра 160 юных пловцов из Кемеровской и Новосибирской областей выйдут на водные дорожки вновь, чтобы попробовать свои силы на длинных дистанциях и заодно проверить выносливость. По итогам этих соревнований 10 сильнейших спортсменов в конце апреля отправятся в Санкт-Петербург на фестиваль плавания «Веселый дельфин». Для них это возможность не только попробовать свои силы на всероссийском уровне, но и познакомиться с культурой северной столицы. Татьяна Савельева, Дмитрий Фокин, новости моего города. Одержать три победы в Сирии и выйти в полуфинал Кубка Надежды. Такая задача стоит перед хоккеистами Металлурга и Амура. Сегодня в Хабаровске команда Анатолия Емелина провела второй матч в рамках утешительного турнира. Напомню, накануне сильнее были хозяева, выиграв со счетом 4-2. Они повели в Сирии. Сегодня удача вновь оказалась на стороне хабаровчан. Столивары уступили 0-3. Для продолжения Сирии клубы отправятся в южную столицу Кузбасса, где 2 марта выйдут на лед Дворца спорта Кузнецких Металлургов. На этом у меня все, но новости не прощаются с вами прямо сейчас. Георгий Демин в рубрике «Тем временем» расскажет, как так вышло, что в школу вместо ребенка ходит робот. Оставайтесь с нами. Тем временем блогеры обратили внимание на робота, который ходит в школу вместо больного ребенка. Но как тут не вспомнить научно-фантастический фильм о приключениях электроника? «Вкалывают роботы, а не человек» – пел Сережа Сыроежкин в известном советском фильме. Прототип реального электроника появился в американской школе. Среди учеников начальной школы Уинчестер в городке Уэст-Ценека, штата Нью-Йорк, можно встретить 120-сантиметрового белого робота. Техника служит своего рода посланником Диона Кэрроу – мальчика, который не может лично посещать школу из-за серьезных проблем со здоровьем. Но таким образом он может общаться со сверстниками и посещать уроки, физически находясь дома. Изумительный пример того, как робототехника может облегчить жизнь человеку. А еще удивительная реакция семилетних одноклассников мальчугана, растущих среди засилия видеоигр, телевизоров и планшетов. Для них робот напрямую ассоциируется с Девоном. Дети ведут себя с роботом так, как если бы на его месте физически был сам Девон. Для них такой одноклассник является вполне нормальным, несмотря на сомнения некоторых родителей и учителей, которые весьма прохладно относятся к таким техническим новшествам. До Уинчестера семья Кэрроу обращалась в другие школы, но получала категорический отказ учителей заниматься с роботом. «Приключение электроника в детстве был моим любимым фильмом. Удивительно, как фантастика воплощается в реальность». Сам Девон Кэрроу все время сидит дома. У него тяжелая форма пищевой аллергии, из-за которой он несколько раз побывал в реанимации. Ему противопоказаны молочные продукты, арахис и даже их запахи. Мальчика ничуть не смущает такой способ занятий, ведь по-нормальному он в школу вообще не ходил. Как вы будете использовать робота-помощника, расскажите нам на сайте телеканала. А чтобы постоянно быть в курсе событий, подпишитесь на наши новости в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова